Воистину пожелания ювеляру, как говорится, одно, пусть это будет последний его день рождения. Ну и Гааге тоже, чтобы все-таки его ордер начал работать, он был арестован, и мы действительно все увидели, как справедливость торжествует и как добро побеждает вселенское зло. Ну, по сути, рыба гнет с головы, и если в голове стоит как раз террорист Путин, то это означает, что все остальное тело, состоящее из оккупантов, террористов, боевиков Российской Федерации, точно так же продолжает нести свое ужасное, кошмарное дело и распространять его по всему миру. Конечно же, и в Украине, к сожалению, тоже. Российские оккупанты утром в субботу обстреляли Днепровский район Херсона. А потом глава городской военной администрации сообщает, во время утреннего обстрела Днепровского района Херсон российскими оккупантами был ранен мужчина 52 лет. На момент вражеской атаки он находился во дворе собственного дома. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. К нашему эфиру присоединяется руководитель пресс-службы Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников. Александр, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как сейчас обстоят дела на Херсонщине? Ну, сейчас более-менее тихо слышны вдалеке взрывы. Пока информация под обстрелом была золотая балка. Также после обстрела Херсона по Камышанам оккупанты били. Там пострадала одна женщина, тоже находилась у вас в своем дворе. Ее госпитализировали. Сейчас она дается в помощь медицинской и уже в больнице. Продолжают оккупанты и другие населенные пункты обстреливать. По Тягинки недавно тоже прилетели снаряды. Пока ждем информацию о разрушениях и пострадавших. Есть информация о том, что в Новой Каховке подорвался автомобиль исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малого. Что вам известно об этом инциденте? Говорят, в больнице коллаборант скончался. Я слышал после этой информации, что он в тяжелом состоянии. Скончался или нет, думаю, что уже наши спецслужбы подтвердят или местные наши люди, которые передают информацию. Но пока этой информации я не слышал. Но о том, что они, как говорится, сгорают как мотыльки, это давно тенденция идет. И думаю, что это один из концов предателей Украины. Либо будут бежать за Урал и там уже доживать свой век. И либо умрут здесь. Или от пули украинского солдата. Или от пули, опять-таки, тех же оккупантов, которые не ценят их предательство. Потому что все прекрасно понимают, что предавший один раз, предаст еще и бесконечный раз. Поэтому им никто не доверяет. Такой убедительный путь. Поэтому, в принципе, то, что они подрываются там, неудивительно. Неизвестно, кто их на самом деле подрывает. Александр, скажите, а как вообще обстоит на Херсонщине ситуация с выявлением коллаборантов? В каком количестве их выявляют? И какова их дальнейшая судьба? Каждый день до пяти коллаборантов наши правоохранительные органы объявляют подозрения, работают постоянно по выявлению. И агентура, и агентура здесь. Поэтому постоянно проводится работа, в том числе и по левому берегу. Там заочно объявляют по подозрению. То есть мы, в любом случае, очень скоро будем там. Мы же будем разбираться с ними на месте. Поэтому, понятное дело, чтобы не спугнуть многих коллаборантов на левом берегу, не оглашаются дела по ним. Пусть они чувствуют себя в безопасности. Но когда освободится левый берег, за них точно так же возьмутся, как и те, которые были здесь направлены. Александр, есть информация, согласно которой Кабинет Министров Украины выделил дополнительное ассигнование на ликвидацию последствий подрыва России плотины Каховской гидроэлектростанции. Скажите, пожалуйста, каким образом сейчас можно ликвидировать эти последствия? Что конкретно, какие работы сейчас ведутся? Ну, прежде всего, ведется бурение скважины, прокладывание водопровода в этих населённых пунктах, где не было раньше водопровода и где впоследствии разрушения Каховской ГЭС падает уровень воды в скважинах. Там будут добиваться новые скважины, уже забиваются и будут прокладываться новые водопроводы. Это работа не из лёгких, скажем так, потому как эти все населённые пункты находятся под постоянным обстрелом, к сожалению. Но сейчас идут и работы, и оглашаются новые тендера на это. Не так много, к сожалению, желающих работать на этом направлении. Но потом люди логично, что боятся. Боятся и за свою жизнь, боятся и за оборудование. Дорогостроящие, которые туда привозят. Мы продолжаем работать. Думаю, что в ближайшее время будет обеспечено резервные скважины, которые будут забиты, для того, чтобы люди не переживали о воде прежде всего. Что касается всех остальных направлений, то там есть направление и обустройства дорог, которые размыло, логистики и в том числе внутренних коммуникаций, которые тоже были или разрушены, или частично какие-то разрушения там были, уже будем чуть позже, в том числе и информировать население о прозрачности этих работ, будем оставлять закупки тендера, которые были заключены договором о тендерах, чтобы люди видели, куда идут эти деньги. Александр, спасибо большое, мы слышим, что на фоне нашего разговора звучит сирена, оповещающая о возможной атаке с воздуха, поэтому благодарим вас, не смеем задерживать, пожалуйста, укройтесь в безопасном месте. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.